Здравствуйте! В прямом эфире программа Вести Рязань в студии Юлия Дак и в начале выпуска некоторые темы, о чем сейчас расскажем. До 1 февраля 11-классники должны определиться, какие госэкзамены они будут сдавать в конце учебного года. Много ли тех, кто уже сделал свой выбор? Журналисты отмечают сегодня профессиональный праздник в России, День Печати. И невидимое солнце, показал рязанцам молодой живописец Федор Савельев. Какие работы вошли в новую экспозицию? На улице Братиславской продолжают ликвидировать последствия прорыва на теплотрассе. Приборы учета тепловой энергии и теплоносителей зафиксировали утечку около 3-х часов ночи. По информации Управления энергетики и ЖКХ, специалисты локализовали аварию уже спустя полчаса. Сейчас ведутся работы по восстановлению поврежденного участка магистрального трубопровода. В зону отключения попало 15 жилых домов и детский сад номер 30. Ремонтные работы планируется завершить сегодня к 16 часам. Сегодня днем у Кремлевского вала в Рязани произошла тройная авария с участием общественного транспорта. Маршрутное такси, не рассчитав дистанцию, врезалось в иномарку, которая в свою очередь столкнулась с двигающейся впереди ладой. Пострадавших нет и потому участники ДТП недолго преграждали проезжую часть. Они быстро разъехались с места аварии. До 1 февраля выпускники школ должны определиться с госэкзаменами. Завершается прием заявлений от 11-ти классников на участие в итоговой аттестационной кампании. Выпускники должны представить в свои школы список с выбранными государственными экзаменами. Какие предметы пользуются популярностью у старшеклассников, выясняла Юлия Ларина. Этот выбор выпускники сделали задолго до официальной даты. Готовиться к итоговым школьным экзаменам начинают еще в 10-м классе. И определяться с предметом, так же, как и с будущей профессией, надо заранее. Педагоги отмечают мало тех, кто в последний момент меняет решение. До 1 февраля они должны подать заявление об участии в едином государственном экзамене. При этом выпускники текущего года данные заявления подают в то учреждение, где они обучаются, то есть в свою школу. Подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Половина учебного года уже за спиной. Сейчас от выпускников требуется максимум внимательности, собранности и усидчивости. Обучение продолжается, а помимо нового материала необходимо постоянно обращаться к пройденному. Кстати, именно этот способ самый лучший для запоминания. Мы не до конца еще все знаем. Мы допройдем программу, будем повторять. И плюс нужно время, чтобы вообще все в целом повторить. Так-то примерно я могу сказать с уверенностью, что знаю я примерный план того, что должно быть в голове. Но все это знать детально пока что рановато так говорить. Какие предметы будет сдавать, Кирилл знал еще в восьмом классе химия и биология. Набор для поступающих в медицинские вузы. Свое профессиональное будущее молодой человек видит в стоматологии. Но к знаниям всегда нужна удача. С этим согласны и педагоги. Также ученику, который читает, старается, ну думает, хоть бы мне не попалось это на экзамене. Так что, ну здесь только если уже на везение, чтобы попалось то, что хочется, то, что знаешь, то, что любишь. В этом море знаний старшеклассников не бросят. Факультативы, индивидуальные консультации беспрестанно. Учителя школы постоянно на связи. Теперь главное ученикам преодолеть этот рубеж и прийти на экзамен со светлой головой и везением. Юлия Ларина, Станислав Вербицкий, Вести Рязань. Сегодня в России отмечается День российской печати. Профессиональный праздник представителей печатных и интернет-изданий, теле- и радиоканалов, сотрудников типографии. Сегодня сложно представить себе жизнь без газет, журналов, электронных СМИ. Вне зависимости от возраста, профессии, места жительства и социального статуса, Жители хотят знать, что и почему происходит. Слово Дмитрию Мелешкину. Кажется, стук клавиш со многих редакций сливается здесь в сплошной лязг и грохот огромных печатных машин. Не зная устали сутки напролет, механизмы воплощают перепаханное журналистами и редакторами информационное поле региона. Печать начинается с чистого листа, а вернее рулона бумаги. Конкретно в этой офсетной машине она проходит десятки валиков, обрабатывается водой и чернилами, наполняется смыслом и превращается в газету. Затем она складывается, обрезается, сфальцовывается, чтобы в итоге стать полноценным печатным изданием. Глядя на этот процесс, понимаешь, каковы реальные информационные аппетиты современного общества. Выдавая десятки тысяч экземпляров в час, печатные машины поглощают литры краски и сотни килограммов бумаги. Здесь вес до 418 килограмм. Хватает где-то на час работы. Работают печатники в три смены, производя газеты, журналы для Рязани, районов области и других городов тиражами до 100 тысяч экземпляров. Мы печатаем порядка пяти номинований газет в неделю и больше десяти номинований книг в месяц. Так что печать, наверное, полиграфическая промышленность пока развивается. Идем, мы работаем с прибылью. Наверное, еще интернет займет эту нишу не скоро. Тем не менее, интернет издания все настойчивее теснят бумажные. Если для людей преклонного возраста или жителей отдаленных уголков страны газеты востребованный вестник, то для многих горожан основной источник информации – это интернет. Цифровое пространство всегда под рукой и несравнимо превосходит бумагу по скорости. Сайт, где работает Наталья Смоленинова, например, публикует около 60 новостей в сутки. Всю нашу информацию мы проверяем и только после этого она ставится на сайт. Мешает ли это оперативности? Если да, то ненамного, но нам очень важно, чтобы эта информация была проверенная. Оперативность подачи информации, растущая компьютерная грамотность общества, а вместе с ней и аудитория интернет-СМИ уже не позволяет газетам и телевидению смотреть свысока, как минимум на равных. Поэтому обзавестись своей цифровой площадкой стремятся многие. Обновленный сайт нашей телерадиокомпании gtrkak.ru существует уже более года. Благодаря этому взглянуть на события региона глазами наших журналистов смогли сотни тысяч пользователей из России и других стран. Дмитрий Милешкин, Валерий Чикин, Вести, Рязань. Следственный комитет России готовится отметить шестую годовщину со дня основания. В качестве самостоятельного и независимого ведомства СКР работает с 15 января 2011 года. Напомню, следственный комитет подчиняется исключительно главе государства. За шесть лет СКР показал способность эффективно решать стоящие перед ними задачи. Комитет раскрывает самые сложные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Наиболее отличившимся в службе сотрудникам рязанских подразделений СКР сегодня вручили знаки отличия. Работать стало где-то проще, во-первых, потому что уже время с момента создания Следственного комитета прошло значительное. Налажено и взаимодействие, и налажены определенные, скажем так, технические моменты, криминалистическое сопровождение. Поэтому в этом плане работать стало легче. 145 лет назад в нашей стране начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Именно 13 января 1834 года считается официальной датой основания Метеослужбы России. Хотя систематические наблюдения за погодой начались на 150 лет раньше, еще при Петре I в 1722 году. Сегодня температура, атмосферное давление, влажность и вероятные осадки фиксируют больше полутора тысяч наземных станций. Причем не только около земли, но и в разных слоях атмосферы. Только в Рязанской области 13 станций метеонаблюдений. Также они следят за перемещением воздушных масс. Данные получаются со спутника, а все это помогает делать достаточно точные прогнозы погоды. Метеостанция «Рязань» – одна из первых метеостанций России. Она была открыта в 1834 году при городской мужской гимназии. Станция играет огромную роль в международном обмене информации. Работает по программе метеостанции 2-го разряда. На метеостанции ведутся наблюдения за температурой, влажностью воздуха, давлением, направлением и скоростью ветра, температурой почвы и на поверхности, и на глубинах, осадками и химическим составом, высотой и плотностью снежного покрова, радиоактивным упадением из атмосферы, солнечной радиацией и многим другим. Рязанские моржи готовятся к самому главному заплыву года – крещенским купаниям. Желающих окунуться в студенную воду с каждым годом в регионе становится все больше. Одно из облюбованных мест для закаливания – это Рюминский пруд в Рязани. Как делают прорубь и настраиваются внутренне, узнала Татьяна Чикина. Теплые варежки, капюшон поглубже. Чтобы пройти по улице зимним ветреным вечером, нужно утеплиться. Ирония – Вадим Сидоров работает на хладокомбинате, а в свободное время покоряет холод. Вадим – тот, кого называют «моржом», но только на время погружения. Мы такие же люди, как и все. И если кто говорит, что «моржи» – это не боятся холода, это все чепуха. То же самое, мы ходим теплоодетые. Когда над пропастью моржи, темная гладь Рюминского пруда словно становится приветливее. На подготовку проруби требуется от 30 минут до часа. Сначала прорубить лед, затем расчистить акваторию. Льдины отправляют на берег, чтобы при заплыве ничего не мешало. В ход идет все – от лопат до сачков. Физический труд – своеобразный разогрев организма. Затем несколько минут на переодевание. И вот на смену привычно укутанным зимой гражданам выходят настоящие спортсмены. Многие из них холода когда-то боялись, как огня. А сегодня они – ярые адепты закаливания. Галина Трусова впервые отважно погрузилась в прорубь. Говорит, ощущения отменные. Разве что после того, как окажешься на берегу неудобно, шлепанцы скользят. Горячая блондинка уже готова к повторному заплыву. У меня образ жизни такой. Надо что-нибудь делать. В Рязанской Федерации зимнего пламания около 50 человек. Занимаются три раза в неделю. На берегу при взгляде на них мороз по коже. А любители зимних погружений только смеются. По их словам, чтобы достичь нужного эффекта, пробыть в воде надо не менее двух минут. Но только время следует увеличивать постепенно. И если новичок мгновенно вылезает из проруби, то опытные моржи находятся там до 20 минут. Секрет успешного погружения здесь видят в правильном настрое. Надо хвалить себя, когда идешь купаться. Тогда никакого страха не будет. Мы все это делаем с удовольствием. Получаем лошадиные дозы эндорфинов. Сегодня российские любители зимнего плавания хотят добиться, чтобы эта дисциплина стала в нашей стране официальным видом спорта. Ведь во многих государствах она уже получила признание. Но и безо всяких бумаг в прорубь сегодня погружаются сотни тысяч людей. Ведь если зима в России длится несколько месяцев, почему бы не превратить холод в друга? Татьяна Чикина, Валерий Чикин, Вести, Рязань. Великим учителем, который ему близок, считают врубеля. Кошки и дети его не вдохновляют, рассказывает молодой художник Федор Савельев. Среди его работ много портретов, пейзажей, сюжетных работ различной тематики. Часть из них представлена на выставке, которая открылась в областном центре. Бытовое объяснение – коммунальная авария на проходящей неподалеку теплотрассе. Но у посетителей этой выставки другое ощущение. Словно работы, что развешаны по стенам, создают особый микроклимат в зале Музея истории молодежного движения. Леденящий синий, пронзительная бирюза, серый, почти стальной, как замерзшее море. Практически все картины, которые художник Федор Савельев отобрал для экспозиции, написаны в минувшем году. И високосный 2016-й будто повлиял на настроение. Но автор уверяет, темные краски не означают, что все так уж мрачно. Просто солнце надо уметь видеть. Скрыть за мазками смысл, свои мысли и эмоции – вот что самое сложное в живописи. А потому это не только поиск вдохновения, но и каждодневный труд. Это просто как шахтер. Ты каждый день туда уходишь, ты и с киркой, и рубишь, и рубишь, и рубишь эту породу, и достаешь оттуда что-то. Манеру Федора критики часто сравнивают с Рубелевской. Он и не отрицает. Под влиянием знаменитого символиста написано немало картин. «Тамара», например. Прочтение Савельева «Тамары и демона», только в цвете. Последние работы иные. Это словно киноафиши прошлого. Гипертрофированные, с крупными надписями. Манера меняется, и это естественный процесс, уверен автор. Зато не изменен интерес его к людям. На картинах лица. Молодые и постарше, реальные и родившиеся фантазии художника. Вот модель и работа. Медитация. Федор Савельев случайно увидел фотографию этой девушки. Нашел ее и написал. Ты сидишь один на один, ты пишешь человека. Ты знаешь о человеке гораздо больше, чем он сам о себе. Ты смотришь на него со стороны и изнутри одновременно. Это очень интересно. Выставка «Невидимое солнце» – часть проекта «Большие надежды». Музей истории молодежного движения предоставляет площадку молодым художникам, чтобы их творчество смогли оценить как можно больше рязанцев. И дает надежду авторам на профессиональную оценку и признание. Татьяна Чикина, Валерий Чикин. Вести. Рязань. И пока все. Хорошего продолжения дня. Теперь увидимся в 17.20. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода временами небольшой снег. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области минус 9-11, в Рязани 8-10 градусов мороза. Днем по области минус 3-5, в Рязани 2-4 градуса ниже нуля.